Инна Вербицкая Там конкретно будут учить людей передвигаться с белой тростью, то есть чтобы они могли самостоятельно изучить маршруты и по ним передвигаться без сопровождения. Школа «Белая трость» начала работать в середине августа. Занятия состоят из теории и практики. Сначала рассказывают о разновидностях тростей, как отрегулировать их длину под себя, как правильно их держать и использовать. На практике отрабатывают услышанное. В дальнейшем индивидуально будут учиться пользоваться маршрутами первой необходимости. «Самостоятельно человек этому научиться не может опытным путем. Как находить препятствия на улицах и пользоваться направляющими ориентирами, тем же самим бордюром, тротуаром, лейра, как правильно передвигаться по лечебным маршам, это все надо незрячих обучать». Сколько потребуется времени на изучение маршрутов, инструкторы говорить не берутся. Зависит от индивидуальных способностей учеников. «Пока ограничились тремя направлениями на одного человека. Нужные маршруты каждый для себя определил сам». «Нам уже ученики дали те места, куда они хотят, основные места, где они хотят добираться самостоятельно. Это в основном поликлиники». «Пока в школе только шесть учеников. Здесь есть люди с остаточным зрением и те, кто абсолютно ничего не видит. Каждый из них ограничен в самостоятельных движениях. Из дома они в основном выходят сопровождающими, а в редких случаях, оказавшись на улицах одни, всегда просят помощи прохожих». «Страшно переходить дороги. Я попадала под машину, и вот этот страх психологический. Я почему пришла на занятия, чтобы пересилить психологический страх». Страх проезжих частей автомобиля есть у многих слепых людей, потому что водители редко обращают внимание на особенности незрячего человека. Именно поэтому большинство инвалидов по зрению в основном сидят дома и не выходят даже на преддомовые площадки. Незрячие ученики надеются, что когда у них в руках появится белая трость, водители и прохожие будут внимательнее к ним относиться. «Идти, не видя перед собой, очень страшно. Я теряюсь в пространстве и ориентируюсь только по звуку трости. На самом деле вот эта палочка добавляет в себе уверенности, потому что только благодаря ей я примерно понимаю, что находится рядом со мной и куда дальше нужно наступать». «Белая трость» – определяющий предмет слепых и слабовидящих людей во всем мире. Но это не просто палка. Трость должна соответствовать определенным стандартам. «Она легкая, прочная, белого цвета. И у нее ручка такая рифленая, которая позволяет хорошо, обеспечивает хорошее сцепление ладони с тростью». Повышенное внимание уделяется наконечнику. Он должен скользить по любой поверхности, потому что именно с помощью него слепой понимает, по какой поверхности идет. Также существует два основных приема обследования поверхности с помощью трости и два приема ее обхвата кистью. Если ходить неправильно, руку можно даже травмировать. «Понятия не имела, не представляла, как мне ее держать, как ей пользоваться, как ее правильно ставить перед собой, за собой. То есть на занятиях, конечно, мне информацию для себя полезную я получила». В России существует только три центра для реабилитации инвалидов по зрению. Ближайший к нам находится в городе Бийск. Но не у всех есть возможность пройти там обучение, поэтому школа «Белая трость» для многих слепых жителей Владивостока единственная возможность научиться жить самостоятельно. На время школу «Белая трость» приютила краевая библиотека для слепых. О своем помещении остается только мечтать. Сейчас инструкторы даже не уверены, хватит ли им средств для продолжения проекта. Почти все деньги от выигранного гранта ушли на перелет до Бийска двух инструкторов, их обучение, трости и набор первой группы учеников. Незрячие люди просят помощи у всех, если не материальной, то хотя бы физической. Перевести через дорогу, помочь спуститься с автобуса или просто проявить терпение и понимание по отношению к медленным пешеходам, которые вынуждены перемещаться по городу на ощупь. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.